На 200-летие Царскосельского лицея приехало очень много потомков Александра Сергеевича Пушкина из разных концов земного шара. И если взглянуть на географию их проживания, то становится очевидно, то есть очень видно, как просто разлетается по свету наследие поэта, любого, большого. Вот почему так важно, как можно скорее собрать это наследие воедино. И наш следующий лауреат, создавший музей поэта, понимает это, поверьте, лучше многих. Я думаю, что по-настоящему то, чем он занимается сегодня, оценят через много-много лет и скажут ему по-настоящему большое спасибо. Но одну премию, а именно Царскосельского 2011 года, получит он прямо сейчас. Я приглашаю вручить эту премию народного артиста России Александра Дольского и лидера группы «Меськи» художника Дмитрия Шагина. Я вначале зачитаю, очень красиво, смотрите, как написано. Итак, Царскосельская художественная премия 2011 года присуждена Никите Высоцкому за создание Центра имени Владимира Высоцкого и сохранение творческого наследия поэта. Ура! Это Петр Первый еще тебя награждает. Я только два слова скажу, потому что, ну, говорите Высоцком, в России это ломится в открытую дверь. Но сегодня Никите Владимировичу присуждается эта премия. Я два слова только скажу. Никита Владимирович, Вам очень повезло с отцом. Вообще всей России повезло с Владимиром Семеновичем. Ярчайший поэт 20 века. Ну и слава Богу, что Вы продолжаете его творчество, продолжаете благородное дело, пользуясь этой памятью, так благородной, даете возможность. У Вас есть Центр целый, там и исследует творчество, и даете возможность молодым артистам и авторам и поэтам выступать. Это замечательно. Это прекрасно. Я еще хочу спеть потом после Вас песенку, посвященную Вашему отцу, которую я написал в 76-м году. Я хочу добавить еще от лица всех Медьков спасибо Никите, потому что были совместные акции, выставки и много чего. Так что ты огромное дело делаешь для всех нас. Спасибо большое тебе. Если можно, поднимите мне микрофон, а то я буду говорить мимо микрофона. Можно его приподнять? Я очень благодарен. Мне как-то не везло с премиями. За одну мою актерскую работу меня выдвинули на премию Ленинского комсомола. Она тогда составляла, по-моему, 5 тысяч рублей. И когда собрались вручать, вот комсомол исчез. У меня было не так много, я снимался в кино, но было несколько приличных работ. И за одну работу я разговаривал с устроителями фестиваля одного из наших самых главных. Мне говорили, Никита, приезжай, потому что выйдешь на сцену, получишь главный приз. А продюсеры что-то не то сделали. В общем, короче, программа оказалась без этой картины, а картину показали вне конкурса. И тоже, значит, я... И вот так вот как-то мне... Я не самый счастливый в этом смысле человек. Но сегодня я на самом деле очень благодарен и счастлив. И повторюсь, что действительно удивительное место, удивительное время. Удивительные люди вручают эту премию. Я в каком-то таком ряду, мне кажется, что мне снится. Вот среди людей, которые сегодня выходят и получают эту премию. Одно хочу сказать, когда отца моего не стало, мне было совсем лет немного, 16 лет. Я был, ну как, прямо скажем, из интеллигентной семьи, был начитный мальчик. И всех, ну не поучал, но поправлял своих более зрелых родственников, людей, которые были старше меня, друзей отцовских, что не нужен музей Высоцкого, что рукописи не горят, золото не тускнеет, что вот самой найдет себе дорогу. И достаточно долго был вот при этих своих мыслях. И когда занялся музеем, это больше было, наверное, ну каким-то таким семейным делом. Этого музея очень хотели родители отца моего для меня, может быть, самые близкие люди, моя мама. Вот. И я этим занялся, будучи, в общем, довольно энергичным человеком, как бы для них. Вот. И считал всегда это своим частным делом. И, в общем, я понимаю, что действительно многое с людьми, которые были рядом со мной, мы сделали. Но вот я вот считал, что вот это какое-то семейное дело. Ну вот с годами, сейчас мне уже достаточно лет. Вот. Я понимаю, что, в общем, они были правы. И я хоть и нехотя прав, что пришел заниматься музеем отцовским, потому что, на самом деле, и рукописи прекрасно горят, и золото там обдирают, воруют, растаскивают. И все эти пословицы, они не должны нас, людей, которые, ну, не только музейщики, но, я не знаю, люди, которые работают в библиотеках, которые сохраняют вот в замечательном состоянии вот лицеи и вообще все, что здесь вокруг, в замечательном состоянии. Вот. Но сохранять необходимо. Я думаю, это огромный труд, и когда вот видишь, как с какой скоростью тускнеют рукописи, если они неправильно хранятся, вот цветают фотографии, недолжным образом тоже хранящиеся, как воруют из музеев, и в том числе, увы, из нашего. Вот. И понимаешь, что это надо делать, иначе это все, это все уйдет. Вот. И я вам очень благодарен еще раз, и буду стараться, чтобы все было хорошо. Хорошо. Вот. Хотелось мне тоже что-то такое важное сказать вам. Но вот все-таки не удержусь я. Будут надо мной смеяться. Хочу заступиться я за Ярлста. Он очень разный. Очень разный. Благодаря ему очень многое сделано хорошее. И это правда. Ему, поверьте, очень непросто. Ну, вот такой пример. Я учился у Олега Ефремова на курсе. А председателем комиссии государственной, которая вручала нам дипломы, которая оценивала нас, была Татьяна Васильевна Доронина. Вы помните? Эти два человека и делали, и я считаю, делают, продолжают делать огромное дело. Общее. С разных сторон есть один и тот же пирог. Я не знаю, с разных сторон держать что-то очень тяжелое, что не должно упасть. И так же и вы, я вас поздравляю, вас очень уважаю. Вот. Но вы с Эрнстом заняты одним делом. Ему не легче, чем вам. И я думаю, что... Я думаю, что пройдет время, и... И не только вы со мной согласитесь. Благодаря ему, кстати, очень скоро выйдет картина, над которой я работал пять лет, которая посвящена моему отцу. Художественная картина «Высоцкий. Спасибо, что живой». Он был продюсером последнего фильма «Учителя», который, наверное, вы все знаете. Благодаря ему эта картина прозвучала. Он делал картину, как продюсер «Блокада». Ну, «Ленинград» она называлась. Я знаю, что в Питере непростое отношение к этой картине, но картина цельная, хорошая, очень сильная. Он не только дает циничное интервью. Вот. Спасибо большое. Огромное спасибо за премию. Спасибо. Спасибо. А теперь народный артист России Александр Дульский. Я хочу вспомнить о Владимире Семеновиче. Мне очень рано стало ясно. Я с ним первый раз разговаривал в 66-м году. Но мне уже тогда было ясно, что это ярчайшее явление в нашей культуре. И по неволе, конечно, появлялись строки, потому что я без него не мог уже жить. Я его слушал, я у него учился. И вот в «Венке сонетов», написанных в 70-м году, посвященном Луису Армстронгу, есть такие шесть строчек. У нас есть тоже гений хриплый, он не поет, творит молитвы, не музыкальные, густые. Он в хохоте утопит скуку, поведает и боль, и муку, как будто истины простые. Ну, и потом, когда произошла эта трагедия, Владимир Семенович погиб. Мои коллеги очень много стали писать песен, посвященные ему, его памяти и так далее. Но я не написал тогда песни, потому что я в 76-м году написал песню, посвященную ему. Сейчас я попытаюсь вспомнить, давно не пел, дай бог памяти, чтобы не сбиться. Словно тысячи тысяч оркестров разодрали мелодии плоть, Миллионы нещадных маэстро стали палочкой сердца колоть. Будь то бич резал напропалую, оставляя рубцы на челе, Этот ритм от сна поцелуев нам известно две тысячи лет, И слова зазвучали, как клёкот, поражённого насмерть орла. Резанули до горла от лёгких, и ворочалась совесть и жгла. Я увидел, как он изначален, обликая в простые слова, Наши муки и смех и печали, как повинна его голова. Застывали в злых молчанье зловещем, Власть и суд, не простив ничего, Несчастливый становится вещем. Это счастье для паствы его, А за мужеством, как ни усердствуй, Проступает печалью звеня. Звеня уязвимое нежное сердце, И трепещет живая душа. Если падает бард и скиталец, Раскидав свои руки, как стерх, То все ложи, пока свои пальцы, Поднимают с улыбками вверх. И сквозь маски и тон с комарошей Боль сочится ни день и ни год, Умирает он не по нарожке. Но из праха опять восстает На подмостках судьбы и театра Иступленно хрипит на весь свет Осужденный на жизнь гладиатор, Обреченный на вечность поэт. Ну и в 80-м году вот по следам Этой горести я написал Такое стихотворение Не верьте жалобам поэта, Мол, недопил, недолюбил, Он недопел, Но как пропета, Да слушать не хватает сил, Недолюбил, Любови этой на тысячи песен Хватит нам, Да и любовь свои поэты Бросают истине к ногам. Не доиграл И древним грекам Таких катурн стыдится грех, Он был в России человеком, А эта роль труднее всех. А недопил С такой мерой он мог бы выпить океан, Когда в стране проблемы с верой, Чем чаще прав, Тем больше пьян. Не знали бешеные кони, Кого над пропастью несли, И коренной его не понял, Ах, только песню и спасли. Он получал святые раны От самых близких и врагов. Великие поэты гибнут рано, Они нужны компании богов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ